Добрый вечер, в эфире новости. В студии работает Айсулу Махмутова. Кастак сообщает, состоялся телефонный разговор главы Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщила пресс-служба Кремля. Обсуждались вопросы, касающиеся планируемого проведения в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию, а также истоки состоявшихся в Санкт-Петербурге саммитов Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности. Как сообщалось, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджи Пердаган обсудили с главой РК Назарбаевым возможность проведения в Астане встречи сторон конфликта в Сирии. Назарбаев одобрил эту идею. Напомним, в Сирии сегодня в полночь по местному времени вступил в силу режим прекращения огня между конфликтующими сторонами. Интерфакс Казахстан сообщает, президент страны Нурсултан Назарбаев поставил новые задачи перед дипломатическим корпусом Казахстана в свете предстоящих крупных международных мероприятий, которые планируется провести в стране в 2017 году. Сегодня Назарбаев провел встречу с руководящим составом МИД Казахстана. Уже с 1 января Казахстан приступит к работе в Совете безопасности ООН. Избрание в непостоянные члены этой структуры является подтверждением уважения к нашей стране со стороны мирового сообщества. Это ответственная задача, требующая обеспечения глобального лидерства Казахстана в движении за безъядерный мир и в других вопросах международной повестки, сказал Назарбаев. Также глава государства отметил, что в январе наша страна принимает 28-ю всемирную зимнюю универсиаду, участниками которой станут представители многих стран. Кроме того, Нурсултан Азарбаев обратил внимание на предстоящую в июне-сентябре международную выставку «Астана-Экспо-2017». Интерфакс Казахстан сообщает, бывший министр национальной экономики Казахстана Куандах Бешимбаев был отстранен от должности в связи с проведением следственных мероприятий в отношении него. Сообщил президент Казахстана Нурсултан Азарбаев в ходе встречи с руководящим составом МИД Казахстана. Новым руководителем Министерства национальной экономики назначен Тимур Сулейменов. В должности министра Бешимбаев проработал чуть более полугода – с мая 2016 года. До назначения министром Бешимбаев возглавлял нацхолдинг «Байтирек». В ноябре Национальное бюро по борьбе с коррупцией сообщило о задержании топ-менеджеров компании «Байтирек Девелопмент» дочерней структуры нацхолдинга «Байтирек» по подозрению в коррупции. Интерфакс Казахстан сообщает, в Казахстане эксплуатация истребителей Су-27 приостановлена до окончания расследования инцидента, произошедшего 21 декабря близ Талдыкургана, сообщили в Минобороны Республики. В настоящее время расследование продолжается. Как сообщалось, самолет Су-27 воинской части Минобороны Казахстана потерпел крушение во время выполнения учебного полета. Летчику удалось отвезти самолет от населенного пункта, после чего он катапультировался. Позже экс-министр обороны Казахстана, депутат Сената Мухтар Алтымбаев, ссылаясь на командование силами воздушной обороны, заявил, что причиной крушения истребителя стал отказ топливной системы. Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев подписал закон о волонтерской деятельности. Как сообщалось, закон был инициирован депутатами парламента с целью создания правовой основы Института волонтерской деятельности. Документом определены основные цели и задачи, принципы и механизмы, формы и виды волонтерской деятельности, а также права и обязанности участников волонтерской деятельности и их взаимодействия. Предусмотрена также система мер по стимулированию волонтерской деятельности, полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления. О том, что интересного произошло сегодня в нашем городе, вы узнаете сразу после рекламы. И к местным событиям 24-летнего жителя Ак-Туби осудили на пять лет за призыв к совершению джихада, сообщает Кастак. Амангос Ирбулатов распространял на двух страницах социальной сети ВКонтакте аудиозаписи, в которых призывал к совершению джихада. Как рассказал отец осужденного, Ирбулатов работал помощником тренера по гандбулу. Зарплату получал всего 20 тысяч тенге. Стал заниматься торговлей сотовыми телефонами. Также он начал читать намаз, скачивал из интернета аудиозаписи радикального содержания и публиковал их в соцсетях. Больше месяца потребовалось местному департаменту Национального бюро по противодействию коррупции, чтобы ответить на запрос, который наша телекомпания направила ведомство еще в ноябре. Напомним, речь шла о расследовании хищения бюджетных средств, предназначенных для ремонта районных отделов внутренних дел. Сегодня антикоррупционная служба сообщила, что действительно ведет досудебное расследование в отношении должностных лиц ДВД области, которых подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при приеме работ по капитальному ремонту и перепланировке зданий УВД. О какой сумме идет речь, не сообщается. В настоящее время проводится строительно-экономическая экспертиза, после которой и будет дана оценка действиям высоких чинов ДВД. Всего за 11 месяцев текущего года Актюбинской антикоррупционной службой зарегистрировано 20 досудебных расследований в отношении должностных лиц правоохранительных органов. В Актюбе сегодня открылся реабилитационный стационар для детей с ограниченными возможностями под названием «Жайна». В этом медицинском учреждении самое современное оборудование. Имеются кабинеты ЛФК, массажная комната и столовая. С юными пациентами будут заниматься десятки специалистов, прошедшие обучение. Сотрудники пациента этого момента ждали очень долго. Для реабилитационного центра «Жайна», который в Актюбе работает уже не первый год, открытие нового здания «Начало новой жизни». Особенность центра в том, что дети с задержкой психического развития во время лечения могут находиться в нем вместе с родителями. В новом центре, который рассчитан на 100 детей, есть все необходимое для работы с детьми-инвалидами. Учебные классы, кабинет творческого развития, игровые и жилые комнаты. Особая гордость – сенсорная комната, предназначенная для индивидуальных и групповых занятий с детьми. Данное учреждение частное, но в нем будет размещен госзаказ. К примеру, в этом году из республиканского бюджета уже выделено 195 миллионов тенге. Создано 60 новых рабочих мест. Бердебек Сапарбаев сегодня лично оценил условия, созданные для пациентов. С его слов, дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в особом внимании и заботе. 49-летняя Гульнаш Базарбаева с 10-летней дочерью тоже внимательно изучили новое здание центра Жайна. Девочка-инвалид с детства имеет не одно неврологическое заболевание. Уже несколько лет ребенок посещает врачей, и прогресс, как признается мама, налицом. Моей дочери 10 лет. У нее артрезия сухового прохода и отставание в психическом развитии. Мы не так давно переехали из Кинкияка и уже несколько лет посещаем центр Жайна. Видно улучшение в здоровье дочери. Педагоги, психологи – все ею занимаются здесь. Спасибо. Здешние врачи имеют большой стаж работы с так называемыми особенными детьми. Люди в белых халатах постоянно внедряют в свою практику новые методики восстановительного лечения. Очень хорошо детям помогают процедуры, сочетающие в себе и глоотерапию, и физиолечение. Но самое главное, признаются взрослые, – это любовь и терпение к детям с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, нужна любовь, терпение. Потом, знаете, постоянно говорить одно и то же, но это сто раз. Одно слово можно говорить сто раз, чтобы ребенок запомнил. Вот, понимаете? Потому что у некоторых память хорошая, у некоторых плохая память. Поэтому детям нашим приходится все заучивать наизусть. Ожидается, что в будущем проходить курс реабилитации здесь могут дети не только из Зактубе, но и со всего Западного Казахстана. Для Зацакива, Олимжа Молдобеков, программа «Факт». И сегодня состоялась 20-я сессия октябинского филиала Ассамблеи народа Казахстана, которая прошла под председательством Бердбека Сапарбаева. В ходе встречи были подведены итоги работы Ассамблеи в уходящем году и утвержден новый список Советов общественных объединений АНК области. Глава региона, как председатель Ассамблеи народа Казахстана области, сегодня в своей приветственной речи еще раз напомнила задачи, поставленных главой государства. И подчеркнул, что и в социальном, и экономическом плане они выполняются. Даже несмотря на тяжелый финансовый план год, все социальные гарантии были соблюдены. На сегодняшний день местные власти, это поручение президента выполнено. Несмотря на снижение спроса на основные выпускаемые продукты в нашем регионе, особенно что касается нефти, металла, мы не допустили снижения по нашим прогнозам. Если все будет нормально, один день осталось завтра, то ванновый региональный продукт по сравнению с прошлым годом составил 101%. Рос 1%. Условия глобального экономического кризиса – это неплохой показатель. В работе форума приняли участие члены Совета общественного согласия, Совета матерей, Совета Аксакалов, представители этнокультурных объединений и руководители госуправлений и департаментов. Сегодня же был утвержден их новый состав и состоялось награждение активистов. Сейчас в октябре действует 18 национально-культурных центров, и по словам Бритебека Сапарбаева, это значительно усиливает работу, направленную на сохранение стабильности в регионе и обеспечение безопасности наших граждан. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт». Количество вызовов специалистов октябинской скорой помощи в новогодние праздники вырастет примерно в 100 раз. В данное время, по словам медиков, фельдшерские бригады в день выезжают в среднем на 800 вызовов, 200 из них – к детям. В прошлом году это количество варьировалось в пределах 600. Сегодня, как и в праздничные дни, на линии будут дежурить 35 бригад, скорой медицинской помощи. За сутки поступает сейчас 800 вызовов, из них 200 где-то детские вызовы. Сейчас, по сравнению, в прошлом году вызовы увеличиваются. В прошлом году за сутки 600 было, сейчас за 200 уже увеличение. В основном какие вызовы? В последнее время температура. В связи с простудой увеличивается ОРВИ, вирусное заболевание. Обращение к родителям сделали в преддверии новогодних праздников актюбинские полицейские. Их просят быть особенно внимательными к поведению своих детей и контролировать их времяпровождение. Стражи порядка также напомнили о мерах, которые могут быть применены в отношении тех взрослых, которые не выполняют свои родительские обязанности. Штрафы ждут и тех, чьи дети без сопровождения взрослых будут выявлены после 22 часов. В связи с каникулярным временем с 30 декабря по 9 января просим родителей не допускать нахождения совершеннолетних в ночное время, это после 22.00 до 6 утра, без законных представителей в развлекательных заведениях. В таких случаях мы привлекаем родителей по статье 442, часть 1, налагаем штраф в сумме 6363 тенге. А если допущение нахождения несовершеннолетних после 23.00 до 6 утра без законных представителей, то налагается родителям в первый раз предупреждение. Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка прошла сегодня на коммунальном рынке ТАБЭС. Первые руководители области и города ознакомились с ассортиментом и ценами, представленных на реализацию товаров. Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка пришлась как раз в самый канун главного праздника. Посетителей ТАБЭСа уже с самого утра было много. Среди них актюбинцы смогли заметить и первых руководителей региона. Сколько по сравнению в прошлом году? Больше. Для сезона. Это много, сколько сказали? Акимы лично знакомились с ценами, говорили с продавцами и покупателями. Особых вопросов и критических замечаний не прозвучало. Ассортимент был представлен самый разнообразный. В этом постарались крестьянские хозяйства всех районов и самого Актюбе. Привезли свою продукцию более 70 товаропроизводителей с области. С нашего города более 10 хозяйств сейчас участвуют. В том числе крупные товаропроизводители, то пригородные, которые представляют свою продукцию в виде картофеля с стабилизационного фонда. Картофель сегодня продавали в среднем по 70-75 тенге за килограмм, капусту и лук по 45, морковь и свеклу чуть дороже. Фермеры, как всегда, постарались привезти натуральную молочную продукцию. Молоко, творог, сметану. Правда, уже по зимним ценам. Любители рыбы наверняка остались довольны. Товар, прибывшие из Иргиза, Уилла, Астрахани и Атерау отпускали по приемлемым ценам. А самым дорогим оказался карп – 650 тенге за кило. Рыба с Атерау местная, с Иргизой, с Астрахан. Все цены написаны. Есть дешевле, есть дороже. Все свежие, хорошие. Куры, утки, гуси и даже огромные тушки индейки так и просились к хозяйкам на новогодний стол. Но больший интерес вызывали по традиции мясные прилавки. Цены на мясную продукцию варьировались от 900 до 1500 тенге. По мнению покупателей, выбор, как всегда, альтернативный, цены умеренные. Хотя некоторые из них так и не заметили обещанной разницы в 15%. Ну, цены меня не устраивают, но фрукты – это более-менее там. Фрукты – нормальные цены. Там по 300 яблоки, по 550 груши. А мясо – вот недовольны с мясом. Мы хотим купить на салаты, там вино, чем мы еще хотим купить. Что мы еще хотим купить? Ну, мы продукты, в общем, пришли покупать. Пока не знаем мы вообще цены даже, если честно сказать. Настроение новогоднее. Искали мясо к столу, нашли. Цены нормальные, такие же, как каждую ярмарку по субботам. Фрукты, овощи, всего в достатке. Цены прекрасны под Новый год. Вот именно лук, морковь, картошку предоставили. Огурцы, помидоры подешевые цены взяли. Ниже рыночных. Мясо по доступной цене – 1000 тенге. Руководители хозяйств и акимов районов, организаторы ярмарки сегодня тоже вспомнили добрым словом за активное участие и готовность к сотрудничеству. Хотел выразить свою благодарность нашим районникам, сельхозотделам наших районов, которые все время участвовали в таких ярмарках в целях насыщения продовольственной продукции. Разнообразили привычный ход ярмарки сегодня Дед Мороз и Снегурочка, а для всех посетителей был подготовлен праздничный концерт и угощение. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт». Скульптуры и снега сегодня украсили парк имени первого президента. Организатор городского конкурса на лучшую зимнюю фигуру – отдел культуры и акимат Актубе. За процессом создания снежной фантазии наблюдали сами организаторы, журналисты и горожане. В парке собралось около 20 команд, в большинстве своем – это были педагоги городских школ, воспитатели дошкольных учреждений и студенты. Мы решили сделать три миньона. Думаю, что у нас получится. У нас очень дружная команда. Пришли родители, пришли дети. Надеемся, что завоеваем первое место. Во дворе школы мы сделали тоже снеговика, заняли первое место. И наш, как представителей, решили выдвинуть сюда. Мы решили сделать здесь миньона. У каждой команды своя технология. В руках скульпторов, шпатели, пилы и лопаты. Проявив снежную фантазию, организаторы и участники конкурса таким образом просто хотят поднять накануне Нового года настроение Актюбинца. Ну а сейчас сказочная фигура окажется лучше. Как оказалось, организаторы решили объявить лишь завтра новогоднюю ночь, когда в парке в полночь на сцене развернется выступление местных артистов. Это были все новости к данному часу. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин